Уважаемые коллеги, добрый день! Мы рады вас приветствовать сегодня, третий день международного конгресса нашей работы. И сегодня мы открываем школу-сединар изучения тайной доктрины. Первая вводная часть руководителя школы геософии, школы ЗЭТ в городе Москва Владимир Васильевич Ярин. Основополагающие принципы построения системы изучения тайной доктрины. Третий день, он уже как бы у нас освобождающий, заканчивающий наш конгресс. И вот так мы подумаем и думаем, что все-таки тот опыт, который уже более 20 лет имеет школа изучения тайной доктрины, и система, которая, можно сказать, систематизировала или привела аналогию к логике. Вот эту систему сейчас можно отлично уже рассказывать. Но складывалась она, конечно, через эту аналогию, то есть от единого честного. Чтобы потом можно было понятным языком какие-то вещи говорить. Я постараюсь, конечно, это сделать понятным языком. Насколько сам-то, конечно, понимаем все это. Так что вы меня рисуйте. Самое важное, то, что было выявлено в изучении тайной доктрины, это подход к ней, самое главное, сложить для себя вот эту системность. Тогда мы как-то можем включаться. То есть наш разум может подсказать нам правильное путешествие. Ну, конечно, не без сердца. Потому что система, она, именно сердце в начале открывалось, уже рассудок поток поддакивал, шел следует. Это вот и есть, скажем, как раз система восточная, которая предполагает учитель и ученик самосистемы. Поэтому согласно этой системе начинается все от сердца, от духа. У нас промызленный импульс, да, и потом дальше пошло. Так вот, нас привело это к тому, что, вот, Владимир Анатольевич Баканов, да, Царство Дорого Небесное, прекраснейший человек, который постоянно открывал то одно, то другую направленность, улучшение и систематизация вот этого, казалось бы, но абсолютного страхного представления в тайной вертолине станции «Тиан». Эта система такова. Первая станция, первая станция, рассказывает, по сути дела, о всем состоянии разворота пространства. Его, как бы, зарождение или излучение этого настройства. И излучение и эманация – это главный фактор, да, развитие феномен, еврейно-феноменального мира. Первая станция вся говорит и разворачивает полностью пространство, выявляя семь главных идеях. Все семь станций и шлок, они рассказывают, первая шлока рассказывает о всем развороте. Первая станция полностью раскрывает все, да. Следующая, вторая станция. Она раскрывает все вторые шлоки во всех станциях. Третья и все третьи шлоки во всех станциях. Четвертая и четвертая шлоки. Пятая – пятая, шестая – шестая, седьмая – седьмая. То есть, рассказывается о состоянии пространства, что за свойства вот этого мира духовной формы. Три первые станции нам рассказывают о мире духовной формы. Рассказывают о том высших любовнике. Первая станция, вторая – третья. Затем идет дифференциация, тот, который обозначен тем квадратом, который говорит о четвертой станции, пятой, шестой и седьмой. Так мы имеем уже схематическое представление, когда три упадает в четыре. Уже сразу более-менее для нас понятно, что за чем следует. И как подходить к изучению коррекции. Когда мы подошли к такому изложению всех станций, и у нас появилась первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая, то мы тогда разворачиваем само пространство согласно зодиаркальным знакам. Каждый зодиарк, от этого и система изучения и астрологии становится полный. Потому что, если мы понимаем, как разворачивалось пространство, согласно этому пространству, работаем определенные иерархии потенциальной природы, которая говорит нам о мире Духа, Овен, первый. Второй мир или Овен, созвездие, но находится на втором плане. И это пока мир Духа вне формы. На третьем плане созвездия Близнецов находится разум, мы так разворачиваем, значит Дух, Душа, разум. Это мир Духа вне формы. Три основных зодиарка. Это состояние мира Духа вне формы. Представьте теперь себе, да? Состояние мира Духа вне формы. Это вы в такое состояние должны войти. Состояние пустоты, по сути. Говорят, Галя Петровна, непознаваемость. Абсолютность. О чем не говорят. Правильно, что об этом говорить. Потому что этот процесс пустого ума. У нас не может быть даже слов никаких. У нас речи не может быть, поэтому об этом не говорят. А кто говорит, тот просто унижает, выше абстрактной идеи. Он форму выдает. Эзотеричный сразу. И формизм в итоге. Отсюда исходит. Поэтому в это состояние нужно входить сразу в первые станции. Первая, вторая и третья. Вот эти три станции, они описывают как вверху, как внизу. С помощью вот этой формулы. Они описывают процессы. Определенные процессы. Которые можно только через интуицию улавливать. Глазом до дома. Вот. Вот это свойство должно быть. Открыться должно быть. Сердце и это глаза до дома. С помощью него мы можем ощущать то, что не может ощущаться нашими органами чувствами. Но может ощущаться, получается, божественностью нашей природы, духовной. И можно ощущать. С сознанием в итоге, да? Можно ощущать через природу ума эти состояния. Потому что здесь они присутствуют. Овен, телец и бездельцы. Эти созвездия. Вот они такого способа. Которые мы можем приблизительно себе уже созерцать. И вот для этого я хочу на то воображение. Которое постоянно нам говорят. Воображение. Которое не обусловлено никакой формы. Мы должны войти в эту субстанцию этих планов абсолютности. Которое не имеет никакой формы. Представьте себе. Никакой формы. И вот здесь начинается то самое, что не требовало Иоанна Петровна. Забудьте все, что знали. Вот когда попорожник свой сосуд. Своё сознание. Рассудный слух. То есть возможность интеллектуальной способности нашей. Начинать раскрывать потенцию. Потенциальность. Которая заложена в нас абсолютностью. Так значит все таки познавательная способность уже в абсолютности определяет человеческое сознание. Значит это не абстракция. Это не отвлеченность. А это метод, с помощью которого мы раскрываем мудрость Дитья. То есть Божественная миссия. Мудрость. Та, которая говорится на поверхности главной твари, да? Вот она, на поверхности. То, чего я не видел. Мы сразу пытаемся углубиться в такое свойство нашего сосудка. Углубляться куда-то в глубину. Находим какие-то формы. Ну такие, что в головах кружатся. И никто поймать ничего не может. Вот тут поэтому вот сама система, она говорит нам, что это величайшая имитация. Елена Петровна и не раскрывает тайны этой. Она ее не раскрывает. Этот эзотеризм, она не раскрывает. Эта способность, которая присуща каждому человеку, раскрывает. А она лишь только направляет как теософия. Направляет потенциальности наших возможностей. Те, которые заложены уже в ценности уже. Это все присущи нам. Потом дальше следующие планы и созвездия. Четвертый план. Это мир уже идет. Мир другого образа. Созвездие рака. И то состояние, которое находится как единство всему сущего. Или единственный элемент. Или крусточки. Который уже явно заводишь в этом круге. Тот потенциальный сын пространства. Который является лучом или фахом. В этой центральной точке. И здесь находится тот единый элемент. Который потом дефилицируется на следующих планах. И следующие планы раскрывают миры. Которые соответственно, соответственно, созвездия. И вот этот зониакальный знак. Согласно потайной нектрине. Рассказывается. Иерархия. Состояние этого мира. Свойства. И какая способность этой дыни может функционировать. В человеке, если он ее расстроит. Значит, нас призывают всех единства в потайной нектрине. Это как раз вот это состояние. Как только мы поймем единое в целом. И себя в этом единице. То мы входим в состояние мирного. То есть в состоянии вот этих прообразов. Будучи на земле и находясь. В других мирах в это состояние. И войти невозможно сильно не хватит. Да и не зачем. А только в нашем плотном мире. Он для этого и создан. Что была такая возможность. Вот это единство проявить. И тогда только в этом случае. Требуется и сотрудничество. И добраство. Это вот этот план. Такой план. Значит, если в дальнейшем я буду рассказывать. Как мы туда будем приходить. И как раз объяснится нам эта система. Как бы общий отзыв. Ну тут дальше следующее созвездие. У нас идет любая. Пятая станция миарда. План разума и творчества. Если мы посмотрим на план материал. То мы увидим значит. Первый план. Второй. Третий. Появилась энергия которая называется джью. Потом значит джью становится фахатом. И вот фахат приходит. Когда на план разума и творчество. Это пятый план. Нам говорят что это будет план разума и творчества. Все понятно. Значит здесь. Наша высшая способность. Высший манас. Может. Притягивать. Вот эту. Думку сознания. Создавать. С помощью которой. Как раз. Утончать. Свою психическую энергию. Вот. То есть мы. Когда мы соединяемся с эгрегором. Который позволяет нашим творцам. У нас будет лица. И вот это как раз создание. Возникает как раз. Лев. И есть тот огонь. Творящая мощь. Иерархия Тхиан Кобан. Присутствует на этом плане. Они. Сознание человека не касается. Сознание человека не касается. Касается. Другие планы сознания человека. Это уже. Другая. Другая. Иерархия божественных существ. Которые в соцвездии. Девы. Это уже у нас. Мы считаем шестой план. Девы. Девы. В этом соцвездии. На планах бытия. Это. Мир вещественный. И преобразовательный. Мир. На планах бытия. Он символизируется. Вот этим основным светом. Или змеем. Закусывающий свой пост. Это такой начальник. До дня будет знание. И состояние его особое. Оно чувственное. Стихийное. И мы на Калачатре. Увидим цвета. Окрашенные. Неданной. Символой. Вот это. Стихийное. Цветом. Опозначено. И. Все последующие. Планы. Которые. Дальше идут. Они. Говорят. Весы. Седьмой план. Воздух. Весы. По плану бытия. Это. Элемент. Единый. Элемент. Воздух. Воздух. И. Раньше не обозначались. Весы. Девы. И. Девы. Десять знаков. Но. Так как многое время пришло. Надо. Вот эту тайну обскрывать. И. Теперь. Уже появилось. Двенадцать знаков. И. Поэтому. Это были следы. Знаки. И. Сразу. Лев. И. Скорпион. Два сосредствия. Они. Занимали. Полный круг. А. Самое важное. Открылось. То есть. Самое важное. Открылось. Это состояние. которое. Шестой. И. Седьмой. Сами по себе. Принципы. Уникальные. Мы же знаем. И. Как раз. Вместе. Были. Теперь. Они разделены. Только. Лишь. Для. Лучшего. Понимания. На самом деле. Это. Один и тот же процесс. Силы. Везде. Быть не могут. Для сил. Необходимо. Свойства. Пространства. Готовое. Для восприятия. Этого. Привхождения. Энергии. Силы. То есть. Как. Свойства. Пространства. Готовое. В этом пространстве. Оживляет. Начинает. Трансформировать. Или. Появляется. В двух. В других. Согласно. Готовности. И. Как раз. Они. Как бы. Совместные. Выгодно. Теперь. Разделяется. Значит. В созвездии Девы. У нас. Находятся. Силы. Шар. Т.е. Шесть. Синтезированные. В седьмом. В петухе. Синтезированные. И. Эти энергии. Перетекают. Шестой. Страва становится. Седьмым. На этом плане. И. Начинает. Вращение. Вот. Этого. Фахатнической. Вибрации. Звук. Волос. Молость. И. Тут. Это. Синтезирует. Вибрирует. И. Начинает. Накручивать. Вот. Пахтание. Пахтание. Для. Жизни. Сознания. Потому. Что. Сознание. Оно. Только. Жизнь. Выявить. Нет. Жизни. Нет. Сознания. Жизнь. Появилась. И. Сознание. Естественно. Может. Существовать. Но. Жизнь. придает. Нужную. Форму. Вот. Сознание. Как бы. Нужно. Оформить. Чтобы. Жизнь. Через него. Выявилась. И. Поэтому. В этом. Знаке. Зодиака. Присутствуют. Ну. В двух. Знаках. Белых. Бесы. Присутствует. И. 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 Вхи. Буд. То есть. Духовных. Существах. Буддхическая. Природа. Это. Природа. Можно так сказать. Природа. Формирования. Как бы. Тела Будды. Которого. Тело Света. Или. Своего Ума. Должно. Формирование. И. Здесь. Все. Немецкие. И. Восточные. Философии. Они. Развогачивают. Вот. Эту. Природу. Ума. Природу. Именно. Ума. Человека. И. Разворачивается. Своей. Последовательности. Если. Духовный. Форм. Потом. В. Духовный. Мир. Входит. А потом. В человеческом мире. Вибрается. Потенциальность. Это. Номинальность. А. Это. Феноминальность. Вот. Так. Разворачивается. Э. Наша. Природа. Ума. Или. Тот. Ясный Свет. Природа. Ума. Это. И. Ясный Свет. Вот. Он. Отсюда. В. Последующие. Э. Остальные. Станции. Нам. Разворачиваем. Уже. Рождение. Человека. Вот. Человек. Начинает. Рождаться. Э. Как раз. В. Созвездии. Скорпиона. Вот. Космический. Человек. Или. Человечество. Оно. Начинает. Рождаться. с учетом духа, потом духовности, вот обозначили желтый цвет, красный дух, духовность, и разумный гомосатрис должен зарождаться. И он зарождается как раз в этом направлении, в этой способности ума создать вот то нужное тело психическое для природы умащенного мира. То есть саму природу как у него. Но о уме мы поговорим чуть попозже, когда я расскажу дальше вот систему саму. Значит, все вот эти вот последующие, они формируются для человека, человек зарождается, приходит иерархия Питриса, называемая что-то, от Бешвата Питриса, потом Ахишады Питриса, иные руки, потом, значит, астральное тело создается, тот прообраз, с помощью которого формируется физическое тело, или вся сущность человека, она растет вместе с этим астральным телом, вот с этим прообразом. Ну и потом седьмое состояние, это когда, не седьмое, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое. И вот это пятое состояние символ человека, с одной стороны, и созвездие рыб, мы уже тоже соотносим с этим. Как и предыдущие, которые, значит, скорпион, представьте себе пространство на телемире, да? Если уж так говорить, что у дроба женского начала, где зарождается все, и та свойство субстанции, оно где-то приблизительно грубее, естественно, к этому состоянию, но все-таки уже может человек себе как-то представлять и ощущать, и он уже и чувствует, и информацию как-то приносит человеку. То есть, эти понимаем мы уже для человека явления, вот этих созвездий, человек уже может как-то ориентироваться в этом. Здесь посложнее, конечно, здесь необходимо страх помышления призывать, а вот здесь уже мы можем даже подключить наши договоры к чувствам. В дальнейшем, значит, не касается нас разумной природы, разумной, которая не обладает страстной природой. Вархишага не обладает страстной природой, значит, мы уже от этого идем. Значит, когда это созвездие разворачивается, и мы в этот день живем в этом созвездии какого-то принципа, то искусство, которое мы должны для себя представление иметь, мы уже согласны, значит, трезвость нашего рассудка. То есть, рассудочная наша способность может логически усваивать какие-то вещи, которые раньше сложно было усвоить. Допустим, вот, созвездие, следующее в Вархишаге, чувственный план, это страстная природа. Но со страстью-то мы все знакомы, это вообще просто. Да, и в итоге, синтез всего вот этих природ, которые замешат созвездие Водолея, это как раз за то, что мы должны разгребать. Поэтому эпоха Водолея пришла, она символизирует то, что мы создаем новое остальное человека, по сути дела загладываем новый интекс кант, который позволит нам развернуть природу, опять же, своего ума, чтобы ясно стремилась, видение своего пути и распознавание этих случаях. Ну и рыбах, женщина, все это, как бы, может все рассказать лучше всех. Какие процессы в ней происходят, когда проводим все действия. Да? Вот астрология, по сути дела, по планам бытия. Вкратце. Да, давайте теперь посмотрим еще один момент. Чтобы вас приблизить еще ближе к колесу времени. Да? Календарь. Значит, всю вот эту сфературу с ровно по воскресеньям мы, вписывая в круг, звень закусывает свой хвост. И в этот круг мы вписываем энергии, как они должны были распространяться, или на метро на весь процесс это описывает. Значит, плочь уходит, проникая как-то, основывая в суть пространства, закладывая в нем все причины, будучи намагничивая, соединяя равнозначные и разъединяя противоположные. И одинаково не разразливается. И вот идет этот процесс. Прошел. Потом откладывается он вправо, и возвращается, в одном месте написано, возвращается в центр, потом уходит, нет, вначале сюда влево, потом вправо уходит, и возвращается в свою обитель. А в другом месте написано, проходит весь круг, потом отходит влево, и пишет основание, и возвращается. Итак, вписывается треугольник в круг. Дух обозначился. Чем обозначился? Можно здесь на плачатах показать, да? Он выявил своим одним учетом пространства Дух. Пространство в самом пространстве выявилось. Душа этого пространства Духа. И вот это основание этого треугольника выявило разумом. Так выявилось этот ряд именно духовным человеком. И он весь сознание. И вписав три креста в круг, согласно продолжению, вот даже вот этих первого чара одного, он обозначил уже и следующие сектора, которых появилось двенадцать. Три креста в Писании, крест духовный, крест психический, и крест материальный. Три креста и троица, которые нам дала эти три креста. Можно это нарисовать еще в таком виде. Рисуем треугольник без окружности. И на каждом конце рисуется продолжение креста. Три креста в сумме, а не дают треугольник. Три креста в сумме, смотрим дальше. Значит, эта система, она уже с Глера выявлена. Глена Петровна рассказала уже, как это делается. Как рассказала начальница символические символы. Или символ вписанный в круг. Все в круге, и круг сам символ. И вот мы приходим все ближе к центру, где разворачивается сама суть духовного, чистой природы. Магодической природы. Чистой души. Из этого центра чистой души. Выписывает природу. Саму природу. Тхиани Бут. Или природу ума с его потенциальностью. Разумности. Целесообразности. И той гармонии, которую придает нам иерархия Тхиана Копана в своей воле. Через Тхиани Бут. Проявляя сущность самой идеи. То есть мысли божественные, которые находятся в центре шестерчего звезды. И астральный свет, когда человек станет мудрым, то тогда он сойдется с тем единством всего сущего. И поэтому вот этот зверь астральный, он держит нас до дня будь с нами. Пока мы не очистим свою природу сознания от сканх и танха. Потому что очищая сканхи, мы тем самым уничтожаем танху, силу, воплощаться в колесо солнца. Вот это ее звук мира. И дальше направление лучей показывает нам направление пространства. И вот это направление пространства имеет своих шесть основ. Эти основы находятся в природе нашего ума, как зеркала, которые отражаются через наши пять органов чувств. Пять органов чувств, они выражены, если вы заметите сейчас на эти основания, потом вырисуем пентаграммочку от этого основания. Появилось пять любимых. Это символически уже обозначает направление пространства, суть человека, который через свои пять органов чувств, улавливая мысль пространственного, именно в этом направлении пространства, будь то год, неделя, день, она проходит через какую-то недану, недану символизирует какой-то аспект, через который может эта энергия претендовать. Поэтому, кто рожден в такой год, это тоже имеет свое предназначение. Потому что, если вы рождены в определенный год, в своих условиях, то у вас есть способность распознавать. Он в ваш дом, этот год. Вы с помощью этого качества вы распознаете мысль. значит, через того человека, какой в день, и он вернулся, допустим, в этот год, то ему сущность, она сразу эту мысль может первой это не выразить. Понимаете? Это как бы дверь в потусторонний мир. Мы при себе имеем эту дверь. Она символизируется двойным крестом, или восьмеркой, можно сказать, два креста, в сумме там восьмеркой. Вот это вот и есть дверь, о которой, в общем-то, я говорил Будда. Врата, через которые мы можем входить во все эти деревья. Этими вратами. И вот Женя это хорошо показывал. Это выдачная татьяна. И здесь вот все. Ниточки, кресты и крест вращающийся. И куда мы выходим? Пятое солнце. Все это, все это свободности. Все это. И это тоже нужно иметь ввиду. Поэтому информация, которая проходит. И те, кто систематизировали, она укладывается. И система входит. И вот мы подошли к основному качеству природного дома. Но вот этими пентаграммами мы и обозначили тут и кайта. Структуру пространства. Структуру пространства. Символ его эфир. Как структура. Эфир. Этот эфир, который обозначен как Махаяна. Он высший эфир. Понимаете? Высший. Как подложка Акаши. Это астральный свет. Его можно назвать. Но в этом астральном свете, который символизируется опять же Девы. Да? Вот это свойство эфира. Звука. Слова. Бога. Это логос. Который называется творящим. Согласно этому творению, у нас есть пять органов чувств, с помощью которых мы привлекаем из пространства информацию. Ее обрабатываем. А вот стихия для каждого. Вода. Кто в какой стихии погода родился на понеделье, поднюдь даже. То как раз она определяет тот главный орган чувств. Вода, через который вы воспринимаете прежде всего. И он является синтетическим у вас. Если кто-то имеет рождение стихии Вода, то у него главный орган чувств. Он эзотерический. Это умение слышать. Свойство. Ему важна вибрация. Голос. Если она, ему вот этот диапазон вибраций, ему нравится, он услышит все, что надо. Если не нравится, он закрылся. Переформация. Они поэтому музыкальность на себе скулы вытворили. Если же мы подходим к воздуху, то это способность осязания. То есть человек может осязать на плане сознания. Мысль осязать может. Другое. Он может осязать мир другого человека. Качество его осязать может. И он тоже является главным аспектом, через который основная мысль дня, недели, года, века проходит как энергетический поток. И вот можете себе представить. Если мы возьмем вверх каракона, сам вверх он обозначается тремя принципами на колесе времени. Они белые. Белые – все, что это эфир. Он символизируется белым цветом. Свойство эфира, его пятый элемент. У нас пятый принцип. Это его принципиальная природа. Она разумна. Эта разумность, она определяется справедливостью. Какой справедливости мы относимся к тому или иному явлению, если мы справедливость перед себя требуем, от своего мировоззрения и от себя личной справедливости, то это мирозумная справедливость. Она заводна на самом деле. Если же мы косвическую справедливость принимаем как данность вот для этой цели как раз, и систематизация такая, книги, дела через эти станции приводит нас к вечному закону, дхарами. Приводит. И мы должны ассимилироваться именно с законом. И должны стать сами к этой справедливости. Это и есть явление эзотеризма привнести в жизнь бытия. Когда мы сами стали этим законом, а нужно вначале, вознавательной способностью, внести. Что внести? Беспредельность. Беспредельность. Если беспредельность не можем внести, все, увы, мы будем однобогими, как эти утки. Не получится. Не получится. Я не могу еще сюда привезти. Пора. И вот мы приходим, значит, к природе ума, самому главному аспекту. После импульса. Абсолютно. Импульс. Был дан. И вот этот импульс сразу для нас и определяет. Намерение. Попуштение наше. Вот какую природу мы должны культивировать себе. То есть культурить. Вот в этом смысле и о культуре речь идет. Чтобы были побуждения наши на общей главе. И есть формула в том, как передвигаем. Это общество. Что необходимо. Какой побуждающий должен быть у нас рефлекс. Вот это вот. Намерение какое-то. На общей главе. А оно требует понимания закона бытия. Поэтому, если мы постигнем закона бытия. Поймем. То мы будем прослеживать причину-следственную связь. И не будем сопротивляться. Потому что энергии, которые переходят в мир. Через нашу способность ума. Приходят в мир. Мы должны адекватно их принимать. То есть не сопротивляться судьбе. А взять их за руку. И с ней вместе по жизни идти. И тогда мы не будем баррикады строить. Тогда не будет двое. Все будет течь. По согласно руслу самой эволюции. И это русло единое есть тхана. И тогда кармические все законы. Причинно-следственные связи. Будут вписаны в наше сознание. Как естественность бытия. Так естественность жизни. Мы не будем тогда между каждым явлением. Либо спорить. Что вот здесь вот это не так. Это вот так. То есть полунет. И куда он распроится просто. Как только мы постигнем вот эту природу. Которая разворачивается. Или познаем Брама. Это та точка в руки. Точка в руки. Это и есть Брама. Или будущая Вселенная. Или бытие. Которое мы собственно не должны познать. Ах. Еще такой момент. В каждом направлении пространства. Оно чем-то в условиях. Имеет свое название. Название. Это последовательность. Опять же. Ученик. Учитель. Это последовательность. Как ученик. Начинает. Учиться. Вот эта правильная дисциплина. Как ума ее сложится. Вот эта дисциплина ума. И получается что. Первая энергия. Когда входит. Направление пространства у нас есть. Которое называется основа. Основание. Основание. Вот это само по себе. Это то. На чем может. Или через что. Или на основании чего. Может раскрыться. Потенциальность. Учиться. Или познавать. Вот направление пространства. Следующее направление пространства у нас. Дух. Что же интересно. Как это объясняется. Очень просто. Значит. Первое. Это та основа. Которая. Которая. Должна. Живиться. На нравственном. Начале. Первое. Уже нравственное начало. Утре. Вот это. Мравственное начало. И это нравственное начало. Оно встретится. На каких истин. Не истин. Как договор. А абсолютная истина. Не истин. Эта абсолютная истина. Может. Придать. Самоотречение. То есть. Возродить. Самоотречение. А это главный аспект. С помощью которого. Ты. Уже. Готов. Придеть. Дух. Дает импульс. На основе. Дается импульс. Этот импульс. Зажигает. Дух. Что же он там зажигает? Память Духа. Зажигается память Духа. С помощью этой памяти Духа. В мире Духа. Вне формы. Мы находимся. Потому что. Я уже вам говорил. Вот три мира основных. Это мир Духа вне формы. Поэтому. Это направление пространства. Дает нам. Устеркающий фактор. Но он общий для всех. Но для индивидуальности каждого. Нужно знать. Что. Чтобы сохранить этот огонь. Импульсы Духа. Пространство. И психические энергии. Входит в жизнь. Говорят. Это не есть тот импульс. Дух. Дух. Зажжется теперь. Надо сохранить этот огонь Духа. Чтобы он не чилил. А значит. Нужно. Избавляться. От многих суток. И учитель. Позволяет это сделать. Следующее направление пространства. Ученик. Душа. Учитель. Сердце. Голубая энергия. Значит. Мы способность будем иметь. Учиться. И это время учиться. Когда. Идут. Вот эти. Года. На колесе времени. В направлении пространства. Голубого. Идут. Вот эти. Года. Все. Десяти рядочками. Она должна реализовать здесь. Первый принцип. Белый. Эфир. Это. Смея. Разум. Разум. И завершится. Должно это направление пространства. Пара шапки. Сила. Дракона черного. Как раз. Разумность. Разум. Ставим. Будем. Но. Мы. Должно. Явление. Разумность. Разум двойственен от нас. Когда мы. Через сердце. Сопочинили. Свой просудок. Сопочинили. С высшей силы. То есть. С той истинной. И тогда мы можем слышать и вневлить. И вот это. Аспект. Начало. Интуитивного мышления. Вот ученик интуитивное мышление. А теперь мы вошли в интересные ходы, да? Тоже направление пространства у нас обозначает разум и ошибка обоюдного цепляния. Очень важный ход жерел такой, что распадаются группы. А почему это происходит? Где было вот это вот уважение духом, держание огня? Где основа сама была? И в итоге где ученик? Где сердце? И начали развиваться в силу того, в этом направлении пространство обозначено Венеру. Она же наш родитель, да? Сестра старшая. Одну треть отдает своей вере. Сюда идти и нейронизироваться. Это проявить свой характер, свое понимание. И вот то время, которое обозначено с 87-го года так круто, когда мы входим в это состояние полного неведения. Состояние мы должны быть в первую форму входили в это. Перестройка началась. Для чего она началась? Для того, чтобы мы вошли в новый мир, в такое измерение. Приняли новый план, новые идеи, который разворачивает сознание человечества, его культуру, мир. По-новому закладывая, мы должны уцепиться за это. Ухватить. И поэтому основа – это нравственность. Еще это называется поклон. Здесь должны были сделать поклон. В этом направлении пространства с поклоном войти. И щедростью отдать все в этом поклоне. Что же мы щедрость отдаем? Щедростью мы можем отдать все свои привычки. Все привычки. Весь этот комплекс, который нам мешает на своих потенциалах – это все щедрость отдать. Все, что нас привязывает к этому третьему измерению – все это отдать. Все свои привязки. Вот в чем поклон заключается – истина. И мой девиз в этом заключается. А не в том, чтобы мы похолодировались каждому еду. Нет, не в этом. Понятно, да? Теперь смотрите. Вот эти разделения все произошли. Каждый улетел на свои планы потерять. Мать сейчас до такой степени в напряжении находится. Она знает, что ей наконец приходит. И она в свои люди все больше и больше подтягивает людей, вырывая из-под них эзотеризм. А фализм, пожалуйста, это очень привычно и молодежи, и все. Понимаете? И остается один фализм – извращенное, то, что привычное, и предубеждение здесь просто пеют. Поэтому сложно, но зато с этого момента один из четырех силен собачки желтые. Мы вошли эстетически в этот город. Собачки желтые. Именно в этом направлении пространство. Смотрите, что здесь происходит. Всего на колесе времени основных четверть силы. Что значит четверть силы? Просто в этот период времени потенциальность принципа такова раскрывается как бы шире двери. Тот, кто способен принимать, то допускает вот эта широта раскрытия потенциальности человеческой природы, его духа, память этого духа. Начинает пульсировать свое вот это одиннадцатим циклами волны. В одиннадцатый момент вспышка. Вот сейчас столов у нас одиннадцатый, да? Как раз это мы являемся. И вот эта вспышка постоянно на солнце, что происходит каждый одиннадцатый, новый впрыск энергии. Собственно, она отстворяется этими четырех силами. Где возможность реализации возрастает. То есть феномен возрастает через эти принципы. И получается у этих основных лучшие принципы. Это дракон желтый. И сразу же здесь начали эстетические предательства. В этом смысле. Опять, тьма, как только. Не позволит мудрости развернуть свою красоту. Но как раз в этом принципе работала Елена Петровна. В шампуру. Она как раз была, да? В шампуру. Готовила свой свет мудрости. Вот этот импульс могучий. Который она развернула. Как разоблаченную резину. Как тайную эндокрину. Но она ее разворачивала по принципам. Этой же силы. Четырех сильных. Дракон желтый. Потом идет. Тигр. Желтый. Следующий принцип. Петух. Синий. Тайная эндокринь. Разоблаченные силы. В дальнейшем мы идем и приходим чемпионам к собачьим желтым. Мы имеем возможность реализовать свой потенциал духовной природы. Или раскрыть потенциальность природы своего ума. Здесь раскрывается правило цепляться не надо. друг с другом. А нужно быть. Вот на этом основании. Луч отсюда идет. От этого основания. Здесь прана. Солнце. Символизирует это направление пространства. А здесь. Духовное солнце. Венера. Солнце разума. Солнце. Потому что солнце. Столько раз, сколько и принципы. И вот солнце разумом дает нам эту возможность проявиться нашего потенциала разумности ума. Принять законы бытия. Как принять логику построения. Или заложение вселенной. Как она разворачивается к этому закону. Который оформлял фаха. Или закладывал причину оформления фаха. И потом в этом направлении пространства у нас находится очень важный момент. Карма. Или мышка. Которая говорит о накоплении. Карма в движении своем. Происходит накопление. Чего? Тех самых возможностей для нашего ума. Который бы был и стал наблюдать за процессом. То есть вся психическая наша составляющая. Почему нужно утончать психическую энергию. Чтобы утончайшее наше свойство психической энергии. Создало новую жизнь сознания. И вот в этом карме присутствует. Как главный эгофант этого сектора весов. В этом же направлении пространства. Которое было скрыто. Пятый принцип. У нас всегда считалось интеллект. Ну и интеллект и все. А на самом деле подразумевали все рассуды. А не интеллект. Но теперь нам четко говорим. Что в сердце. Прошлое. Разум. Настоящее. И тело Будды. Будущее. Будущее. Основа. Человека. Комасакнеса. Разумного человека. Будущее. 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 Ясное видение того, куда мы вообще бежим. Мы же бежим куда-то, да? Стремимся, нас что-то подгоняет. С одной стороны, Дух нас толкает. Но у нас есть те принципы, которые, если они не очищены, то нас влекут. Самость влечет, изысканно влечет. Мы не видим, потому что инерция – это очень важный фактор. Это он физически ощутим. Мы это тоже не можем выпустить и сказать, это что-то отвлеченное. Инерция нет. Нет. Это не отвлеченное. А это нас несет. Что несет нас? Привычки несут. И инерция – это не эстетичность. Нет. Инерция, она имеет огромную скорость. Вы знаете, когда колесо крутится, это список нелитов. Но вот так человек не может увидеть вот эту свою природу в силу инерции. Человеку надо кирпичной подголовки, чтобы эта неожиданность должна быть готова. Тогда через эту неожиданность у него сразу обостряется фокус. И вот сосредоточено вопрос, я обратил внимание. И вот это внимание зафиксирует сразу спицу в колесе. Или ту причину, ту сказку, которая нас побуждает. Неправильный вид. Мы не убираем, мы правильно видим. Видите? Вот процесс. Поэтому нам нужно сосредоточение обязательно, но это сосредоточение на самом деле фокусация. Фокус. Внимание. Другими словами. То есть просто воскресное внимание. А как его обострелить? И вот когда мы запомним знаем, то этот фокус, вот этот круг нашего духовного сознания, нашей потенциальности, мы через него, как через ревизу, видим сущие вещи. Вот, пожалуйста, вам то измерение, которое называется проницательением. Проницательностью. Другого пути нет, если законы нами не познаются. Если вот эту всю систему, которую дала нам Леонид Петрова, мы не приложили к себе и сами не ставили сущностью движения этого закона или самой эволюции. Ну, просто нам. Как же мы будем распространять это учебник? Мы будем вводить в заворождение людей. Поэтому спешить с тем, чтобы сразу теософия пошла в школу, надо подготовить учителей. Чтобы учителя дадили информации, и поэтому Елена Петровна, она в свет, в светстве, не вносила вот эти вот дезинферические вещи, она не вносила, потому что она вносила только в общество концовское. Она туда вносила. Давала для дюроза, теперь уже уносили от йоги. Может, это одно и то же. Никакой разницы вообще. Лечение Махат просто отрегает, а новый импульс дает огня. И нам нужно понять, что такое огонь, искра, молния. И все это дается, в сущности, самой природе огня. Просто она проявляется на каждом плане в своем феномене различных. Может она убить, а может и исцелить. Разные свойства. Как знаете, неопаляющая огонь, да? Венаком. То есть его одно свойство, другое свойство, его обшигающая природа есть. Уже тем более тонны, так и феноменного происходят, то тогда, конечно, он кушает, кушает и все. Потому что он переплавляет все. Все уничтожает хлипкое, ненадежное, неразумное, нишающее. Все убирает здесь и все. Шива в своем вождении огня на землю. Вот так же он и он очищает сознание. Тот же самый шив. И все наши вот эти накопления, которые мы называем знанием, как нам кажется, и того метода, с помощью которого идет учение в институтах, школах, детского сада, все они завиваются сознанием человека формой, материализацией, материи. та, которая правит балл сейчас. Форму не эти, но правит живствую. И живут все, и согласны с этим, согласны с тьмой, с невежеством согласны. А все эти мер, вот оно раскрывается. И тогда мы, когда углубляемся в эти процессы, что это антроподинез, второй тонкой антроподинез, и расы, которые здесь тоже указаны на этом же комиссии времени. Первая раса, когда луч упал в пространстве, заведливалась первая раса лунная, вторая раса лунная, и в тайной хрине описывается и красная кожа, и черная планка появляется, потом, значит, вторая, это желтая лунная, третья раса, и потомки его живут, китайцы, ну и все, такого цвета кожи. И индейцы, красная кожа, желтая кожа, темная кожа, четвертая раса, и пятая раса, и белокожая, шестая, и седьмая. Все здесь тоже есть. Вот в этой колесе рынке, или календаре, вся Вселенная, человек, элементалы, элементы, здесь все. Начиная от атома, нематериального, единого, с мирного образа, с планом с атома, до явления феномена, или атома физического. Таблица Ленденеева определяет различный состав, многочисленных элементов, которые химически выявляют лучи пространства, без света, как коррелян, электричество, вспышка разного цвета. Поэтому, Хаббл когда снимает, например, космос, ну там, различный состав газа, определяет, через то, что настраивает, этот Хаббл, в одном излучении, улучшает, в другом излучении, и так далее, и так далее. Ну, вот, главная задача, значит, у нас, самое первейшее, это систематизирование изучения тайм-эндокреля, и тогда мы будем понимать, но при этом нужно обязательно зарисовать. Если вы берете первую станцию ТИА, вы понимаете, где находите, переходите, чем рисовали, и в этой области первой Духовнифо, вы составляете свое представление какое-то. Понимаете, и дальше идете, 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 и так мы идем от единого к частному. Если мы пойдем от себя, что многие делают о шерещах, то свое не наморочим. Понимаете, нам нужно идти отлично на закон, и тогда не будет искажений. Ну и так же вот система, у которой планы выделяй, составляющая это зодиак, 12-го гороскопа, свойства каждого пространства, и предназначение вот этого закона кармического, который складывает сам человек. Я уже говорил, и еще раз хочу повторить, что не даны сами оседеют причинно-следственные оседствия, это то, что создает человек кармически законодательным. Человек это здесь Бог, так получается, потому что все зависит от нас, вся эволюция, представляете, вся эволюция зависит, которая ниже нас, и успех выше нас, от хилана Бога и до инфузории, или до материального атома. все зависит. И мы, собственно, есть элемент, элементал человека, мир. Ну, так, собственно, секрет. Спасибо.